Так, вы знаете, что имеется среда, которая проводит только продольные волны? Это жидкость, газ. Имеется среда, которая проводит продольные и поперечные колебания? Это твердые тела. И однако, имеется среда, которая проводит только поперечные колебания? Это, подскажите, нет. Вот. И мы попробуем сконструировать такой эфир, который вот отвечает этому требованию. Если взять веревку и начать ее, закрепить один конец и начать ее, ну, возбуждать колебания в ней, да, то вот именно поперечные колебания распространяются в этой веревке. И никакие продольные колебания мы в этой веревке вообразить не можем. Также мы можем представить сетку из отдельных элементов, ну, соединяющих, допустим, жесткие связи и массы. Тоже эта сетка будет передавать только поперечные колебания. И, наконец, мы можем объемную структуру составить из этих сеток, и тоже она будет передавать только поперечные колебания. И вот, собственно говоря, мой эфир состоит из частиц обоего рода положительных и отрицательных, вот упакованных в такую вот сетку. и каждый элемент этой сетки окружен. Так, перевод. Так, ясно. Так, ну мы с вами, тут, правда, написано все по-английски, но мы с вами раздеремся. Так, если мы будем анализировать, что же такое эфир, то мы выясним, что он составлен из сетиц очень малого размера. Это, на самом деле, как определил один из исследователей, 1 на 10 минус 32 степени миллиметров. Ну вот, собственно говоря, то, что эфир имеет сдвиговые деформации и их передает, вот подтверждает этот пример из линий, скажем, вокруг тока. Вокруг тока и вокруг тока это инициируется при помощи железного порошка. Вот такое математическое описание эфира. Видите, это пензер, диагональные члены которого равны нулю, и боковые члены как раз отображают те свойства эфира, которые именно отвечают за сдвиговые, скручивающие его деформации. В соленоиде вот происходит такая деформация эфира, в котором какие-то вот ряды воздвигаются относительно соседнего ряда на определенную величину. И таким образом вот образуется магнитное поле. И если эти частицы направлены в одну сторону, как здесь, то в этом случае магниты притягиваются. Видите, вот осевая такая вот линия, которая образует симметрию. И как раз силы магнитные в этом случае притягивает один элемент магнита к другому. А вот эти элементы отталкивают относительно другого. Вы знаете, если вот магниты действительно повернут полюсами одноименными друг к другу, то они перевернутся и будут отталкиваться. Так, теперь о плотности эфира. Вот эфир имеет определенную плотность. Вот я ее здесь выписал. Это величина равная магнитной проницаемости. И составляет 10 минус 6 степени. И определенно выражается не в килограммах на метр кубический. А тут обязательно присутствует и ток, или заряд. Потому что эфир или окружающее пространство у нас обязательно обладает определенными электромагнитными свойствами. И вот есть модуль упругости эфира. Торсионный модуль или модуль цитика. Вот он такой. Он очень высокий. Он очень высокий, если мы будем сравнивать с плотностью, вернее, с упругостью алмаза, то это, конечно, на 6 порядков выше. Теперь перейдем к гравитации. Дело все в том, что мы, имея довольно скромные характеристики эфира, магнитную и диэлектрическую проницаемость, мы должны распространить на эфир обязанность распространения гравитации. И вот как? И здесь два типа сил существуют. Вот гравитация. Да. Два типа сил мы можем представить себе. Вот это обычная сила, которая действует на тело. Которая действует на тело. Ну, скажем, вот обычно, если мы толкаем какой-то предмет. Вот. Вот эта вот схема изображает такую ситуацию. Ну, а вот в случае действия гравитации у нас эфир действует на каждую элементарную частицу. То есть на каждое ядро атома, на каждые электроны. То есть он проникает в тело и действует именно внутри тела. Вот, собственно говоря, воздействие гравитации примерно отвечает, создает градиент воздействия на вот эту вот, ну, скажем, такую вот сферу. Так же, как и в воде. Вот что мы имеем и в воде. То есть выталкивает это тело на руку. Так. И можно представить, что какой-то элемент, допустим, гидроатома или иной какой-то элемент, электрон, находясь в эфирной среде, конечно, деформирует эту эфирную среду. И, соответственно, появляются пустоты в этой эфирной среде. Если вот та картинка, которую я показывал ранее, сплошная сетка, как бы вот может быть воображена где-то в удалении от каких-то тел физических, то вот здесь у нас происходит такое, за счет того, что каждый заряд должен с другим зарядом сочетаться, происходит определенное разрыхление. И вот я вот изобразил это разрыхление иначе, то есть на большем расстоянии от элементарного тела, видно, что такое разрыхление существует вот здесь и вот здесь. То есть эти заряды находятся на расстоянии друг от друга. И, собственно говоря, гравитация как таковая состоит в том, что физическое тело создает разрыхление вокруг себя в эфире за счет вот этих элементарных частиц. И второе тело тоже создает разрыхление относительно, да, относительно себя. И вот это вот разрыхление совместное от обоих тел заставляет два тела притягиваться к друг другу. Ну, собственно говоря, я об этом рассказал вот здесь вот сказанное. И вот в заключение я могу порекомендовать две книжки, которые выпущены от нас в издательстве, нашим известным ОРСС. И вторая книжка издана за границей, в которой изложена моя концепция гравитации. Можно сказать, что, конечно, очень много теорий гравитации. Их создано порядка 70 или больше даже. И дело сейчас идет не о, скажем, систематизации. Там есть разные теории гравитации. Катрана, есть Эйнштейна, есть Бальстрёма, есть другие какие-то. И теории гравитации очень много. Это, конечно, свидетельствует о том, что существует определенный кризис в разработке теории гравитации. А гравитация – это наше почти бытовое дело. То есть оно воздействует на каждую из нас. Оно и, конечно, разгадка этой проблемы представляет собой большую важность. Все. Спасибо за внимание. Так, спасибо за лаконичность. Вопросы, пожалуйста. Три вопроса. Вселенная расширяется, причем сейчас уже ускоренно при этом она расширяется. При этом градиенты гравитационной, темной энергии, темной материи остаются постоянными. Откуда берется энергия и материя на вот эту расширяющую часть? Я не могу комментировать, что Северная расширяется. Я считаю, этот момент спорный. Все, ясно, не надо распорный, это не стоит. Что является в вашей теории антологическим стернем эволюции? Эволюция идет, уж это вы, я тогда, отрицать не можете. Эволюция идет. При таком единообразии нет стерня, который бы заставлял двигаться эволюцию вперед. Вы знаете, поскольку я не считаю, что Вселенная расширяется, я считаю, что Вселенная стационарна. Она находится в известной степени, как бы сказать, законсервирована. Дело все в том, что, допустим, эфир, который проводит свет, вы знаете, он распространяется на чрезвычайно большие расстояния. Мы даже не можем вообразить, насколько большие. Если бы эфир, допустим, где-то был ограничен, тогда бы свет, зашедший до края этого облака эфира, отражался бы назад, и мы бы видели, так сказать, ну, мы бы купались в море света. Я задал вам другой вопрос. Я ответил. Да, вот вопрос, который задал. Я вам задал вопрос, что является архологическим стержнем эволюции? Эволюция. Эволюция. Я считаю, что... Эволюцию-то вы не отрицаете или отрицаете? Нет, я считаю, что природа декорсизирована. А-а-а. Малера декорсизирована. Да. Да, третий вопрос, и с вами задавайте. Если эфир проникающий и так далее, то внедрение какого-то материального тела в среду эфира, ничего в нем не должно изменить, он проникает сквозь это тело? Нет, он как бы не проникает в диабро вещества. Да, вы знаете, диагерные силы силы не дают проникать. Спасибо, понятно. Я думаю, не проникает. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, эфир порождает пространство или он наполняет изначально имеющееся пространство? Пространство, понятие чисто геометрическое. То есть пространство, мы вот вообразили, допустим, из геометрии. Имеется высота, имеется ширина, имеется глубина и так далее. Это чисто геометрическое понятие. Оно находится в нашем представлении, в наших мозгах. На самом деле, пространство заполнено эфиром. Как таково. А не напили порождено? Нет, подочисли. Я отвечу. Я говорил, что это я. Да. Дело все в том, что... Я повторюсь, что пространство это воображаемая величина. Его не... А эфир это не воображаемое. Эфир это не воображаемое. Аккуратно говорит, существует ли система координат, в которой эфир не подвижен? Ну, потому что есть мнение, что эфир это движение во всех направлениях. То есть, в частности эфира. Поэтому я спрашиваю, что это подвижная среда или это неподвижная? Относительно себя, хотя бы. Так. Вот. Если там хаотические уменьшения, или у нас все-таки... Какое это? Хаотические уменьшения? Эфир это очень, очень плотная, очень однородная среда. Очень плотная, очень однородная среда. Свечения есть в нем? Есть хаотические движения в нем. Нет хаотического движения в нем. Так. Пожалуйста. Вы представляете эфир как частицы, и говорите, что эти частицы определяют гравитацию. Да, да. Не так? Да. Если так считать, то тогда равномерного давления на все, что угодно, быть не может. Совершенно верно. И тогда это не самое слабое, как считается в науке, воздействие на взаимодействие. Самое слабое. Уже бывает слабое. Слабое. Гравитационное слабое. Гравитационное слабее слабое. Слабое. Вы это исключаете, потому что у вас нет оснований считать, что все эти частицы... Это первое. Второе. Частицы это материальные тела. Материальные тела не могут быть средой. Если мы говорим о Вселенной, она представляет собой материальные тела, которые находятся, или живут, можно так сказать, в среде. Единственной средой, которая может существовать, это пространственная среда. И пространственная среда, это не объем, вы ошибаетесь. Это деформационная структура материального мира. Это вопрос. И поэтому так. Вот все. У меня все. Понятно. Так. Вам благодарю. Сладчика.